Я работаю в ЖК. Народ у нас простой, может мы университетов не кончали. Но что касается великого и могучего русского языка, то мы его знаем во всём его величии и могуществе. И то, что многие называют матом, а для нас это обычно повседневная речь. Если бы за мутюки давали Оскара, мы бы из этих статуэток сделали километровый забор вокруг ЖКа. И вдруг один начальник издаёт приказ, что в связи с культурным обслуживанием населения, кто хоть одно слово матом скажет, штраф тысяча рублей. Тысяча. Это... Нет, ты зря. За каждое слово... Слышишь, а при нашей профессии это... Пять минут зарплаты нет. Конечно. Конечно. Народ приуныл. В ЖКе повисла вообще грабовая тишина. Поговорить не о чем. И вдруг в ЖК вбегает наш слесарь Михайлович. Ну, что сказать про Михайлович. Это... Ну, это человек счастья. Вот запретить Михайловичу ругаться матом, это всё равно, что футболисту ноги оторвать, сказать, забивай. Вот как нашим футболистам. Что им оторвали? Не знаю. Перестали забивать. Понимаешь, Михайлович... А Михайлович... К ему в прошлом году из Академии наук приезжали, просили помочь. В составлении словаря русского мата. Михайлович трое суток надиктовывал. Трое суток. Ни разу не повторился. Это... Гений. Понимаешь? Дыхает Михайлович. И мы думаем, ну всё. Хоть услышим родную речь. Многие прослезились. И вдруг Михайлович говорит, друзья. Какая жуткая неприятность. Какое глубокое разочарование. Застало меня, когда я увидел, что случилось с жильцами соседнего дома. Знаешь, вот... Ну, полное впечатление, что вошёл Михайлович и сказал... Парли во франце. Слушай, ну то есть, на французском... Я говорю, Михайлович, а нельзя более конкретно... По-русски сказать... Что там за... Неприятность произошла в соседнем доме. И вот чувствую, знаешь, вот... Чувствую, что вот-вот у Михайловича сорвётся конкретика, но... Михайлович не миллионер. Он сказал, прошу за мной, господа. И мы, господа, повалили за Михайловичем. А там обычная история. В соседнем ЖЭКе мужики, такие же, как мы, трошей рыли и ковшом экскаватора трубу задели. Фонтан кипятка до пятого этажа. Даже у меня вырвалось. Какого ху... Но я вовремя себя остановил. Знаешь? А мужики наши, слесаря, ходят так, руки заломывают. Вау, вау. Мы потрясены увиденным. А Михайлович сказал... Михайлович сказал... Это какая женщина... Со стлонностью к плюрализму в отношении противоположного пола вот это сделала? Где этот мужчина, возлюбивший своего ближнего нетрадиционным путём? Желаю у мамы хороших интимных отношений до скончания века. И тут он видит этого водилу-экскаватора и говорит... Ах, ты особь женского пола семейства собачьего. Чем ты руководствовался, когда совершал свой поступок, блин? А тот стоит, у их тоже, у Жеки, приказ вышел. Он так тщательно подобрал слова и сказал... У Жеки... Михал... Да я и сам охарактеризовал бы это, как нетипичное явление для нашей профессиональной деятельности. Михаил сказал... Да идите вы, мой юный друг, по месту вашей постоянной прописки. И где только берут таких людей с ориентации кончитывурств. А я... Слышите... А я подхожу к ему и говорю... Бригадир, пардон, конечно. А каковы будут дальнейшие ваши указания? Пардон. А Михалыч раньше, ну до приказа, любой предмет называл одним словом. Будь то труба, втулка, прокладка, гаечный ключ. Все одним словом. Ерунда. Возьми эту ерунду, ставь в эту и закрути этой ерундой. А тут друг Михалыч сказал, коллеги, надо расшплинтовать контргайку, чтобы привести в движение шнековый механизм заслонки, минуя подачу воды, поврежденный фрагмент горячего водоснабжения. А поток кипятка по улице течет, там наверху линию электропедач замкнула, искры вниз, а здесь газопровод. Там бабушка из подъезда, мальчик на велосипеде, девочка через скакалку. Еще чуть-чуть, и будет полный коллапс всему. И тут Михалыча перемкнула, он плюнул на приказ, и как заорет, и я увашусь. То есть Михалыч, Михалыч за пять минут потерял зарплату на десять лет вперед. Но мы, бригадиры, поняли и сразу все починили. Жеке Михалычу ждало два приказа. Штраф на 800 тысяч рублей и премия на миллион. Потому что руководство понимало, что в нашей профессии без великого и могучего русского языка ничего не получится. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok